Так, ну и сегодня еще напоследок мы нарисуем просто котиков. Просто нет ничего проще, чем рисовать котиков. Котик это что? Это в первую очередь острые уши. Да. Во вторую очередь сам котик. Проще всего его нарисовать, как такой мешок сидящий. Глаза, нос, усы. Все, котик готов, в общем-то. Но если очень хочется, можно нарисовать ему рот, какой угодно. Вы можете ему нарисовать вот такой вот рот. Вы можете ему нарисовать такой вот рот. Можете ему нарисовать такой рот. Я не знаю. Давайте я ему такую кривую смешку нарисую. И хвост. Проще всего ему нарисовать хвост. Ой, не знаю, можно вот так ему нарисовать хвост. Полосатый хвост. Но можно было нарисовать и чуть сложнее. Вот так вот. Так, повторим этого сидящего котика. Глазки, нос, усы, рта у этого котика пусть вовсе не будет, и хвост. Все, котик готов. Если очень хочется, можно нарисовать ему еще лапы. Можно еще здесь. Ну что, котик, нарисовать тебе ротик, чтобы ты мог есть свой корм или мышей ловить? Конечно. Вот, это сидящие котики. Еще проще, чем сидящего котика, можно нарисовать спящего котика. Значит, котик спит. Но это те же самые острые уши. Вот, котик готов. Можно ему еще здесь усы. Все, котик спит. Если вы хотите нарисовать котика в какой-то сложной позе, спросите меня, как их рисовать. Или попробуйте понаблюдать за котиками сами. А пока мы можем нарисовать маленького стоящего котенка. Это по-прежнему острые уши. Но на этот раз круглая морда. Очень маленькое худое тело. Хвост торчит вверх, потому что это очень любопытный котенок. И четыре лапы. Все, кот готов. Итак, круглая морда, уши, глазки, нос, спина, четыре лапы и хвост. И усы можно. Ну вот так котенок уже усложнился. Может быть, этому котенку усы пока не нужны. Пусть подрастет немножко. У вас же нет усов. Пока вы маленькие. Давайте попробуем нарисовать котенка без усов все-таки. Так, круглая морда, треугольные уши, спина и хвост. Вот такой вот котенок. Все. Он готов.